привет друзья и подписчики моего канала вас приветствует Ольга в своем деревенском дневнике очень многодетной мамы сегодня на повестке дня у меня видео про то как я мою свой доильный аппарат также я покажу как я его собираю разбираю и обязательно покажу как генерально мою ну начнем на бочок одеваем уплотнительную резинку потом сверху одеваем крышечку на крышечке есть отверстие для молока и для воздуха здесь они одинаковые поэтому с любой стороны просто накрываем крышечкой бак и все дальше я вам покажу так называемые доильные стаканы еще по-другому в народе их называют пауком доильные стаканы и конечно надо очень внимательно промывать обязательно раскручивать коллектор мыть все трубочки сейчас я вам покажу как я закручиваю коллектор смотрите у него тоже есть отверстие для молока и также в самом коллекторе есть отверстие для воздуха они должны быть параллельны друг другу и смотреть в одну сторону это очень важно потому что трубки будут выходить с одной стороны вот как здесь и здесь вот и сам шланг молокопровода его очень легко и просто присоединить крышки бака и к самому коллектору все готов наш аппарат сейчас остается только подоить корову и я вам покажу как мы ежедневно промываем аппарат пришли в сарай вот они эти трубки вакуум провода подсоединяем их ничего здесь сложного и все понятно также присоединяем еще одну трубку вакуума к самому бачку начинаем доить ну пока доится корова можно заняться уборкой или кормежкой других животных вообще очень удобно и самое главное что никакая грязь никакая пыль не попадет все очень герметично и чисто так ну все подоили теперь нужно вылить молоко и промыть тут же аппарат пока он свеженький и тепленький промываю я после каждой дойкой с содой то есть это где-то столовая ложка на ведро воды и промываю дважды получается что аппарат сам себя моет но раз в неделю я нашему доильному аппарату обязательно устраиваю генеральную помывку настоящую баню с ёршиками с обезжиривающим средством с мочалками сейчас я вам это тоже покажу обязательно все максимально раскручиваем сразу же промываем ферри очень хорошо обезжиривает все поэтому немножечко я раз в неделю пользуюсь этим средством главное обязательно потом все очень хорошо промыть водой вместе с доильным аппаратом в комплекте всегда идут ёршики специальные но их поначалу конечно достаточно трудно и туго так сказать за за изосовывать и чистить ими но потом все это разрабатывается и привыкаешь ничего сложного тоже нет маленьким ёршиком я пользуюсь чтобы промыть все самые узкие отверстия прочистить ну и душиком естественно все споласкиваем до состояния очень очень чисто скрипит и совершенно ничем не пахнет не забываем что у паука очень много трубочек и много всяких складочек которые надо промыть со всех сторон мою я обычно горячей водой градусов 10 то есть еле терпит рука но с шлангом наверное даже чуть-чуть посложнее то есть для него в комплекте тоже идет такой длинный ёршик его надо пропихнуть туда иногда это бывает проблематично в общем справляюсь горячей водой опять также его вот распариваю и долго долго промываю сам бачок я мою и снаружи и изнутри тоже фэри но это буквально вот достаточно раз в неделю обезжиривать его вот это наверно уже завершающий такой момент как видите особо ничего сложного на такую помывку раз в неделю у меня уходит всего 5-7 минут нужно обязательно после мытья аппарата обязательно его просушивать поэтому мы всегда показывали аппарат храним дома у нас отапливается помещение в ванной то есть у нас сделаны теплые полы когда он стоит на решетке он обсыхает и досуха высыхает на них а так друзья мои я вам очень рекомендую не жалеть деньги на данные аппараты это стоит того потому что это в дальнейшем ваши здоровые суставы как и рук так и спины это гораздо облегчает вообще жизнь фермера и это безопасно чисто и дигиенично спасибо что посмотрели этот ролик всего вам самого лучшего ставьте лайки если вам понравилось это видео и до новых встреч пока пока